Здравствуйте, меня зовут Вера и я буду сегодня читать вам книжку, которая называется Ной в ковчег. Ее написал датский писатель Салли Альтшуллер, а нарисовал иллюстрации к ней любимый художник моего сына Егора, его зовут Свен Нуртквест, он придумал котенка Финдуса. Ну вот это книжка про Ноя и его ковчег. Итак, Ной дождь льет, как из ведра, сказал Ной. Кажется, он никогда не кончится, заметил королевский пингвин. Скорее, забирайтесь на мой корабль, крикнул Ной животным. Они-то утонете. И животные поспешили на борт. Началась давка, потому что каждый хотел подняться первым. Эй вы, в очередь, возмущался королевский пингвин, размахивая своими крылышками. Дождитесь своей очереди. Проходите подвое, велел Ной. Госпожа носорог только что поела и теперь клевала рогом. Ее супруг очень торопился и случайно задел двух жаб. Аккуратней там, проквакала жаба. Как бы ты нас не растоптал. Вечно я всех раздражаю, пробурчал господин носорог. Да ладно тебе, зевнула его жена и стала спускаться в трюм. Там ей удалось найти тихий уголок, где она и устроилась поспать. Прилетели конюки и тут же начали строить гнездо на трубе. Эй, там нельзя строить гнезда, крикнул Ной. Там нельзя, тот нельзя, проворчали они и, слетев на форштевень, обиженно уставились на дождь. Две землеройки опасливо покосились на них. Вообще они бы предпочли остаться у Ноя в кармане. Но Ной их успокоил. На моем корабле все животные соблюдают мир, сказал он. Здесь нельзя никого есть. Ты думаешь, ему можно верить? Прошептала землеройка. Нельзя то, нельзя сё, прошептал конюк. Ра-та-та-та-та, застучала вдруг где-то наверху. Это был дятел. Он решил, что труба — это дерево, и стал долбить себе дупло. Но труба оказалась железная, и у него разболелся клюв. Он спустился в трюм. Там стояла такая темень, хоть глаз выколи. Под конец на берегу остался один носорог. Вечно я всех раздражаю. Отчаливайте уже, бормотал он. Здесь хватит места для всех, сказал Ной. Залезай. Но носорог покачал своей большой головой и зажмурился. Раскомандовался тут. Я сам себе хозяин, подумал он. Ной взглянул на королевского пингвина. Что будем делать? Королевский пингвин протянул Ною морковку. Ной помахал морковкой, у носорога перед носом. Ноздри носорога задрожали. Он приоткрыл один глаз и потянулся к ней. Но тут Ной сделал шаг назад. Носорог пошел за ним, и постепенно Ною удалось заманить носорога на корабль. Только когда они оказались на борту вместе со всеми, Ной разрешил носорогу сгрызть морковку. «С какой стати? Этому ворчану дают морковь, а нам нет!» — возмутилась землеройка. А дождь все шел. Скоро вода была повсюду, корабль Ной отправился в путь. Орангутан и гиббон забрались на трубу и устроили там возню. «Слезайте!» — крикнул Ной. Но обезьяны продолжали веселиться. «Тогда пеняйте на себя!» — сказал Ной и завел мотор. Корабль задрожал и из трубы повалил густой черный дым. «Морковь не слишком повысила настроение носорогу. Здесь слишком тесно!» — жалон и беспокойно расхаживал взад и вперед, раскачивая корабль. Морды у свинок позеленили. «Зачем было его уговаривать?» — стонали они. «Всем на меня плевать!» — бубнил носорог. Тут на плечо Ною села божья коровка. Она, конечно, тоже хотела плыть с ними. Но и вытянул руку, чтобы божья коровка смогла заползти на кончик его указательного пальца. «Божья коровка, полети на небо, попроси у Господа хорошей погоды!» — сказал он. Но божья коровка вернулась к нему на плечо. Ей совершенно не хотелось куда-то лететь в такой ливень. Носорог фыркая шатался по палубе и то и дело задевал кого-нибудь из животных. Ной дал ему еще одну морковку, чтобы он немного успокоился. «Хочешь тоже морковку?» — спросил он свинку. «Ой, нет!» При одной мысли о еде свинка поселенела еще сильнее. Ной положил морковку рядом с ней, на тот случай, если она передумает. Носорог пошел за Ноем. «А есть еще морковь?» — я страшно голоден. «Стой спокойно!» — взмолилась свинка. «Ты перевернешь корабль!» «Не смей мною командовать!» — рахнул носорог и съел ее морковку. Ной попробовал почесать его за ухом. «Успокойся!» — носорог помотал головой. «Вечно я всех раздражаю! Что бы я ни делал! Все не так!» Ной вздохнул. «Мне кажется, дождь поутих?» — спросил Ной. «Ну, разве что самую малость!» — ответил королевский пингвин. Божья коровка сидела на плече у Ноя. «Божья коровка, полети на небо! Попроси у Господа хорошей погоды!» На этот раз божья коровка взлетела в воздух, но, не увидев, где кончается вся эта вода, поспешила вернуться к Ною на плечо. Вдруг из трюма раздались страшные вопли. «Караул!» — выла на палубу, мокрая с головы до ног. Он продолбил дырку в борту. Вода льется в трюм. «Дятлу очень хотелось спрятаться куда-нибудь подальше!» «Что ты натворил?» — спросил Ной. «О, я как-то не подумал, что с той стороны вода. Но дырочка совсем маленькая, малюсенькая!» «Вода в трюме!» — кричала гиена. «Мы тонем! Все к помпам!» «Помпы?» — спросил Ной, глядя на королевского пингвина. «А мы их взяли?» — королевский пингвин покачал головой. «Забыли!» — тихо сказал он. Гиена поменялась в лице. «Караул! Все к спасательным шлюпкам!» Ной снова посмотрел на королевского пингвина. «Спасательные шлюпки не уместились!» — прошептал королевский пингвин. «Не уместилась морковь, не уместились помпы, не уместились спасательные шлюпки, не уместился носорог!» — бормотал носорог, проносясь мимо. Тут Ноя осенила. «Эхей, носорог!» — крикнул он и достал из кармана еще одну морковку. Завидев морковку, носорог бросился к Ною, который тут же прыгнул в трюм. «Ку-ку, носорог! Я здесь!» Когда огромный зверь упал на дно трюма, корабль так встряхнула, что одна свинка чуть не выпала за борт. Ноя стоял рядом с пробоиной, из которых листала вода. Он поднес морковку к дыре. Носорог не замечал ни пробоины, ни воды. Он видел только восхитительную морковку и мчался к ней на всех парах. Как только носорог приблизился к пробоине, Ной отдернул морковку. Носорог просто не успел затормозить и влетел в борт. Его рог попал прямо в пробоину. Ну, там и застрял. Носорог дергался, бил ногами, но рог крепко сидел в дыре, и вода перестала литься. «Мы спасены!» – закричала гиена на весь корабль. «Носорог нас спас!» Все животные захотели спуститься в трюм и посмотреть, что сделал носорог. Все, кроме позеленевшей свинки и дятла, который от стыда забрался на рубку. Носорог был вне себя от гнева. «Ты герой, носорог!» – пропищала землеройка. «Да, носорог всех нас спас!» – выла гиена. Носорог утих и прислушался. «Что они там говорят? Но ведь я всех раздражаю! Разве я герой?» «Да, дружок!» – сказал Ной и дал ему целых две морковки. «Настоящий герой!» Каждый, кто только мог, погладил носорога и почесал его за ухом. И тут павлин предложил проключать носорогу троекратное «Ура!» «Да, троекратное «Ура!» носорогу!» – воскликнул Ной. «Надо же! Ура! Мою честь!» – растроганный носорог чуть не плакал. «Как хорошо, что ты поплыл с нами!» – сказал Боба. «Правда!» – всхрипнул носорог. «Эй, вы там, в трюме! Дождь кончился!» – крикнул дятел, влетев на трубу. Тонкий луч солнца протиснулся сквозь тучи и осветил корабль. Ной почувствовал, как божья коровка копошится у него в волосах. «Божья коровка, полети на небо!» – начал было Ной, но не успел он договорить, как божья коровка взлетела. Она поднималась все выше и выше. Под конец Ной уже не мог ее разглядеть. Зато он увидел, как через все небо перекинулась огромная яркая радуга.